Приветствую вас, уважаемые телезрители! С вами очередной выпуск программы ТЭО. О самых важных, на наш взгляд, событиях и жизни православной Одессы мы расскажем вам в ближайшие полчаса. И сегодня вы увидите. 25 февраля Православная Церковь совершила память Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В Прощенное Воскресенье митрополит Игофангел совершил вечерню с чином прощения. В период Великого Поста в буддь и дни совершается особое богослужение — литургия прежде священных даров. Образы Пресвятой Богородицы занимают особое место в христианской иконографии. 25 февраля Православная Церковь богослужебно совершала память иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Иверской. В этот день в Одесском Свято-Иверском монастыре праздничную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский. В день престольного праздника в Иверском монастыре города Одессы под свод до его главного храма собралось множество людей, а евхаритическую чашу за божественной литургией вознес владыка митрополит Игофангел, возглавивший праздничное богослужение в сослужении большого числа духовенства. Иверская икона Божьей Матери – известный на весь христианский мир священный образ Небесной Царицы, история которого рассказывает об одном изучении православного богословия – догмата об иконопочитании. Множество священных изображений в VII-IX веках были уничтожены или подвержены поруганию, и сделали это не язычники или приверженцы других религиозных систем, а последователи ереси иконоборчества. Об истинности иконопочитания засвидетельствовал своим вероопределением VII Вселенский Собор, а также множество чудес, которые совершил Господь через православные иконы. Вот и Иверская икона в это время особо прославилась как самая известная из них. Явившись свою чудесную силу на Афонской горе, этот образ позже оказался на Святой Руси. Часовня через Иверской иконы Божьей Матери построена была в грудь Кремля, и в ней совершались молитвы, поминовения, молитвы, славословые, с которыми верующий народ обращался и при честной Божьей Матери. Она и только на Афонь была вратальницей, и там, у святых ворот, она также стала вратальницей, куда люди входили всегда для того, чтобы получить ее благословение. Сегодня эта икона почитается православными одесситами. Целый монастырь носит название в честь Иверского образа Небесной Царицы. Три раза в году Пречистое собирает нас в это святое место для того, чтобы одним из самых одним сердцем вознести наши молитвы и благодарения Господу, принести достойное поклонение честнейшей Херамиме, славнейшей, без сомнения, Серафиме, Матери Божией, по благословению которой основалась эта обитель, Игумене является само Пречистое в ее иверском образе. Завершением богослужебного празднования стал торжественный молебен перед храмовым образом, видимым знаком того, что Господь и его Пречистая Матерь непрестанно пребывают с верными чадами Церкви Христовой. 26 февраля православные христиане приблизились к духовной весне покаяния. Очищение от грехов и преображение души. Прощенное воскресенье. Так в народе называется день, в который Церковью воспоминается Адамово изгнание. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в этот день в Святоуспенском кафедральном соборе совершил вечернюю с чином прощения. За богослужение молились преосвященнейшие векарные епископы, Авидиопольский Аркадий, Южницкий Деодор, Арцизский Виктор, многочисленные клирики, монашествующие миряне, пришедшие к архипастерю взять благословения на дальнейшие постные труды. Наступило самое теплое, самое удивительное время в году – Восья, весна постная. Чадо Церкви прошли подготовительные недели к Великому посту, и вот все мы стоим на пороге поста. Вспоминая слова апостола Павла, «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся во оружие света». Великий пост Святая Четыридесятница предваряется прощенным воскресением, когда, сведуя благочестивой традиции, желающие вступить в пост с чистой душой просят друг у друга прощения. В этот вечер всепрощающей любви под сводами Древнего Собора состоялся чин прощения, возглавляемый митрополитом Агафангелом. Вступить в Великий пост невозможно не прости. Святые отцы говорят о том, что если ты не простишь, то твой пост просто бессмысленен. Нет никакого смысла вообще обращаться к Господу Богу. Ибо Он Сам сказал, если вы прощаете обидчикам и должникам вашим, то и Отец ваш Небесный простит. И, соответственно, если вы не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам согрешения ваши. Также богослужение этого дня вспоминает трагедию, которая произошла с человечеством на зере истории. Заневоздержание праотцы изгнаны из рая. И чадолюбивая Мать Церковь призывает всех каяться в своих грехах, как делал Адам. А для того, чтобы Небесный Отец простил наше несовершенство, мы сами обязаны простить своих обидчиков. В этот день мы, может быть, даже через силу, через нежелание рукопожатия и объятий, мы все равно приходим и смотрим друг в другу в глаза, и просим друг у друга прости. И, конечно же, очень жаждем услышать, Бог простит, и я прощаю. В архипастерской проповеди Владыка отметил, что время поста – это время добрых дел, дел милосердия и сострадания, время покаяния и духовного преображения. Митрополит призвал всех чаще посещать храм, чтобы здесь, отрешившись от житейской суеты, возвести очи к небу и увидеть там любовь, разбивающую оковы всякого человеческого греха. И пусть каждый из вас в эти дни стрелится в храмы Божьей и святые, читает слово Божьего Бога, совершает молитвы с высокой пути, по дороге к храму и в храм спешит, оставляет житейские свои попечения, для того, чтобы быть в эти дни с икрестом. В конце богослужения высокопреосвященния Шагов Ангел преподал крест для целования многочисленному духовенству и мирянам, которые подходили к святителю, чтобы получить благословение на прохождение Великого Поста. Душа человеческая чувствует свое глубокое предназначение быть в вечности с Богом. Господь смиренно и кротко ждет, когда наши души отзовутся на Его призыв, когда мы отбросим дела тьмы и обличемся в оружие света. Сегодня каждый из нас слышит голос Божий. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Сегодня Господь не просто говорит, он идет навстречу нам. Господь стучит. Откроем же Ему свои сердца. Наступило время Великого Поста. В этот период церковное богослужение совершается по особому уставу, отличному от другого времени года. Так даже Божественная Литургия, центр христианской и вхаристической жизни, не совершается в будь и дни Поста. Вместо нее установлено особое богослужение, именуемое Литургией Преждеосвященных Даров. Первая такая Литургия совершается в среду первой седмицы Великого Поста. Литургия Преждеосвященных Даров – особое богослужение, из названия которого видно его главное отличие от обычной Литургии Иоанна Златоуста или реже совершаемой Василия Великого. Честные дары тела и крови Христовой освящаются прежде этой Литургии, то есть заранее, за несколько дней до нее. У этого богослужения тоже есть свой автор – святитель Григорий Двоеслов. Причиной установления этой Литургии послужила особая строгость Устава Великого Поста, которым предлагается в будние дни не совершать привычные многим богослужения. Дабы компенсировать эту недостаточность Литургии святого Иоанна Златоуста, святые отцы установили Литургию святого Григория Двоеслова, которая совершается только в среду и пятницу, дабы не лишить человека какого-то духовного подкрепления. Главной особенностью Литургии святителя Григория Двоеслова является отсутствие в ней евхаристического канона – анафоры, по сути, главной части Литургии, а святые дары тела и крови Христовой освящены заранее, на полной Литургии. Однако внимание молящихся привлекает покаянная поэзия этого богослужения, наполняющая душу особым светом Великого Поста. Свет Кресту просвещает всем большим, чтобы не было очень много, но всеúcar représentаетvanка церкви, это будет очень много, но не было очень много, и empoweringным, но не было очень много, сколько, что происходит, Ne очень много важным, Если мы сравним эти две литургии, святого Иоанна Златоустого и даже святого Василия Великого с литургией святого Григория Двоеслова, то мы увидим, что в самой этой литургии святого Григория Двоеслова присутствует некое особое покаяние, некое особое чувство молитвы и осознания своей греховности. Евхаристическая жизнь христиан не должна умоляться во время поста. Но обычная литургия не полностью соответствует строгой атмосфере Великого поста, а литургия преждеосвященных даров, совершаемая по средам и пятницам поста, сохраняет эту удивительную атмосферу покаянного радостопечалия. Православное богослужение — это не случайно написанные молитвы, сложившиеся на протяжении тысячелетий. Это гармоничное, сплетённое в одно целое обращение к Богу, которое призвано настроить человеческую душу, словно музыкальный инструмент на общение с Богом. Во время Великого поста все мы имеем возможность настроиться на молитвенный лад благодаря удивительному творению преподобного Андрея Критского. Его покаянный канон невообразимо действует на души и сердца людей. Молитвенные воздыхания его сочинения располагают к покаянию и сокрушению грехов. Об истории канона, практике его употребления в церкви, а также о том, каково его значение в практике православного благочестия, в следующем сюжете. Всемилостивый Господь по своему человеколюбию снова сподобил нас переступить порог Великого поста. В то время как природа пробуждается от сна, Святая Церковь призывает нас пробудиться от сна греховного и творить дела покаяния. Во время Великого повечерия, в первые четыре дня поста, Церковь единым сердцем всех ее верных чад воспевает Господа и молит о помиловании словами Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Самое раннее свидетельство об употреблении канона за общественным богослужением на Руси – XII век. Это замечательное гимнографическое произведение стало жемчужиной в богослужении Святой Православной Церкви, потому что святитель вложил в это произведение всю свою душу и сам пережил, сам молитвенно созерцал образы из Священного Писания Ветхого и Нового Завета и изложил их на бумаге. Дни Великого поста – это особо трудное время, потому что не каждый человек способен сосредоточиться на том, чтобы воздавать хваление и благодарность Богу. Несомненно, в этом нам помогает творение преподобного архиепископа Критского Андрея, которое научает нас, что необходимо для единения со Христом. Для того, чтобы быть со Христом, необходимо настойно совершать свою жизнь на земле, осознать грех, перестать грешить, перестать нарушать закон Божий. Всем усердием и любовью притекла Иси Христу, первые греха путь обрящий, и в пустынях непроходимых питающийся, и того чисто совершающие божественные заповеди. В эти дни мы слушаем призывы к покаянию, ведь молитва и покаяние – это два крыла, возводящие нас к небу. Душа моя, душе моя восстанье, что спиши, восстань человек, пробудись от греховного сна, вспомни прожитый отрезок жизни твоей, разумеясь, принеси Богу достойные плоды покаяния, осознай немощь своего естества и научись творить и волю Божию во страсти. И все это напоминает каждому из нас о необходимости совершения молитвы. Человек, который становится на путь покаяния, должен понимать, что исповедуя свои грехи перед священником, перед Богом, он дает обет и обещание Богу исправить свою жизнь, стараться больше не грешить, измениться к лучшему, очистить свою совесть, изменить свою жизнь по направлению к Христу. И насколько человек изменяется, насколько в нем возникает решимость расстаться с грехом, тем ближе он приближается к Богу. Великий покаянный канон напоминает нам о необходимости войти в небесные просторы, очистив свою душу покаянием. Каждый из нас призван принести плод святой жизни, что возможно через изменение своего ума, своих слов и дел, через искренние молитвы к Богу и воздержание себя от всего худого, что вредит нашей душе. «Блажен и же и скоты милует», — гласит Священное Писание. Но сегодня все чаще, в наступившие времена разгула вседозволенности и духовного хаоса, есть те, кто желает жизнь не по законам духовным, не по законам морали, даже не по законам улицы, а по влечению собственного психически больного естества. Как остановить разгул слепой человеческой жестокости? Как научить власть жестко реагировать на подобные проявления? И о том, как мы можем помочь попавшим в беду братьям нашим меньшим? Следующий сюжет наших коллег. «Блажен, кто скоты милует», — гласит библейская мудрость. Но сегодня все чаще, в наступившие времена разгула вседозволенности и духовного хаоса, есть те, кто желает жить не по законам духовным, не по законам морали, даже не по законам улицы, а по влечению собственного психически больного естества. Как остановить разгул слепой человеческой жестокости? Как научить власть жестко реагировать на подобные проявления? Неравнодушные одесситы продолжают бороться с несправедливостью по отношению к бездомным животным. Зоозащитники спасли от смерти 14 щенков из города Рени, где массово истребляют собак. Волонтеры ищут малышам дом, а законодательная база Украины оказалась неспособной для того, чтобы справиться с насилием над бездомными животными. 14 щенков привезли из Рени в Одессу, спасая от рук убийц животных. Это еще одна партия щенков из Рени. В августе месяце у нас уже был случай, что нам оттуда передавали 30 щенков, потому что было тотальное убийство животных. Руководство города истребляло животных бездомных. И нам привозили 30 щенков, и этот раз опять. Должно было быть намного больше. К сожалению, они все погибли. Жестокость становится нормой. По словам зоозащитников, в городе Рени происходит массовая травля собак, которая превратилась уже в обычную ситуацию. Я хочу еще обратиться к мэру города Рени, что это уже не первый раз, что мы забираем у них щенков. Я не могу понять, почему они не сделают программу стерилизации. Мы готовы приехать, мы готовы привезти врачей, чтобы помочь им со стерилизацией, стерилизовать животных. К сожалению, время показало, что современное законодательство Украины пока не способно защитить бездомных животных. За жестокое обращение с животными предусматривается штраф и лишение свободы до 6 месяцев. Однако пока это мало кого останавливает. В Верховной Раде находится законопроект на рассмотрение норм 51.19, который предусматривает ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными. Этот закон еще не принят, но он обязательно должен был быть принят. Потому как этот закон устанавливает ответственность, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными не менее 8 лет. Ветеринары клиники «Красный лис» приехали к щенкам, сделали прививки и необходимые процедуры абсолютно бесплатно. Также щенки получили бесплатный корм нового украинского производства. Благодаря, что есть такие люди, как Яков Григорьевич, который нам предоставил совершенно бесплатное корма и не первый раз, в ветеринарной клинике «Красный лис», которые тоже совершенно бесплатно приехали вместе с нами, обработали всех животных, тоже не первый раз. Потому что огромное количество, очень тяжело мне везти в клинику. А так мы берем с собой, и они обрабатывают облог, листогоночку и сыворотку колем, чтобы они не заболели. Один из вариантов кормов сегодня был нами предоставлен для вот этих вот бедных щенков. Скажем так, организовали для них светлое пятно в их достаточно тяжелой жизни. Сейчас жизнь щенков из Лени налаживается. Они находятся под наблюдением, а зоозащитники продолжают искать им дом. Я хочу обратиться к Одесситам, чтобы помогли с репостами, чтобы помогли с информацией, чтобы как можно быстрее мы пристроили этих малышей, потому что они уже столько намучились в своей жизни. И я надеюсь, что Одессит у нас народ очень добрый, и мы их пристроим в ближайшее время. Поддержка и забота о животных должна стать нормой в современном обществе. Украинские зоозащитники все так же ждут разработки программ по стерилизации и защите кошек и собак на улицах Украины. Вот и завершилась первая седмица Великого Поста — особое время ежегодной духовной переаттестации. Ежегодно, в течение целой недели, каждый верующий христианин имеет возможность честно посмотреть на себя со стороны, оставив на время все свои житейские и общественные заботы. Ежедневное утреннее вечернее богослужение в храме, спокойное и монотонное продолжительное чтение богослужебных текстов с минимальным количеством развлекающего слух пения, тихий и умиротворяющий свет свечей, позволяющий глазам хоть на несколько дней отдохнуть от бесконечно мелькающих и изменяющихся образов нашей повседневной жизни. Большое количество молитв преподобного Ефрема Сирина с земными поклонами, напоминающими, что человек двусоставен, состоит из души и тела, душа живет в теле и действует через тело, поэтому и прославлять Бога христиане призваны не только душой, но и телом. Человек, который не молится больше пяти-десяти минут, в храме выстоять не может. В его мыслях каждая минута соразмерна вечности, особенно это и проявляется в первую неделю Великого Поста, когда минимизировано в богослужении все внешнее благолепие, действующее больше на эстетическое чувство человека. Яркое освещение не включается, пышное и умиляющее пение сменяется на более монотонные и постные мотивы. Человек, пришедший в храм, остается наедине с Богом и самим собой, своей совестью. Перед взором всплывают все ошибки, совершенные за прошедший год и жизнь в целом. Вся внешняя обстановка и внутреннее наполнение читаемых молитв подводит человека к покаянию, самоанализу и размышлению о путях выхода из, казалось бы, уже безвыходных ситуаций, когда ошибки совершены и время назад не вернуть. Это действительно невозможно, но этого и не требуется от человека. Отсутствие мышины времени для возврата в прошлое и исправления каких-то событий, столь подробно описанных Гербертом Уэллсом и другими фантастами, не является поводом для впадения в отчаяние. Всемогущий Бог не требует от человека невозможного, а лишь побуждает нас к тому, что нам возможно и полезно для души. Господь, как любящий Отец, ждет, чтобы каждый из нас, подобно блудному сыну из евангельской притчи, перестал распыляться по сторонам, пришел в себя и от всей души, пожелал, чтобы совершенных им ошибок как бы не существовало. И когда человек в своей памяти на мысленной машине времени вернулся в прошедшее, проанализировал, прочувствовал всю свою вину и ответственность за произошедший грех и изменил свой некогда ущербный образ мышления, то есть покаялся, а затем обратился с молитвой о прощении и милости ко Всевышнему, вот тогда уже всемогущий Бог творит то, что человеку своими силами и силами одной науки психологии достичь невозможно. Господь очищает, исцеляет и умиротворяет, то есть сообщает долгожданный мир души человеческой. В истории и во времени грех как факт остается и никуда не исчезает. Но для самого человека и для Бога как сердцевеца грех уже теряет все свои неминуемые тяжкие последствия. Грех исчезает, теряет власть над душой человека, и вся его сила иссякает. Именно для достижения этого мирного состояния Духа, для очищения совести и стяжания чистой молитвы ко Христу и установлены ежегодные и продолжительные богослужения Великого Поста, а именно Первой Его Сенмицы, который завершается по традиции особым праздником ближайшего воскресного дня, торжеством православия, когда тысячи верующих после долгих молитв, поста, исповедей причастия единым сердцем радостно прославляют Христа через свою Церковь, премудро даровавшего людям столь обильные духовные блага, которые нам доподаст всем всемилостивый Господь. На этом очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения подошел к концу. О новых событиях из жизни Одесской епархии вы сможете узнать уже через неделю. Всего вам доброго!